приветствую друзья я виталий портник одному из ближайших соратников российского президента владимира путина секретарю совета безопасности российской федерации генералу фсб николаю патрушеву пришлось извиняться перед любавическими хасидами за слова своего помощника генерала фсб алексея петрова петров опубликовал большое интервью в одной из придворных газет кремля в которых я заявил о необходимости десатанизации украины в качестве примера действий ки тоталитарных сект на украинской территории генерал фсб упомянул и любавичских хасидов которым принадлежит украинский олигарх игорь коломойский по словам генерала фсб любавичские хасиды это тоталитарная секта которая ставит себя выше других народов и таким образом благородной целью российской федерации является избавить украину от этой и прочих тоталитарных сект провести десатанизацию все бы ничего да только один из главных раввинов в российской федерации берлазар любавичских хасид более того это именно тот главный раввин который на протяжении многих десятилетий активно сотрудничал с кремлем уверял что в россии нет антисемитизма и можно сказать легитимизировал ксенофобское государство владимира путина в качестве страны в которой уважают другие религии и людей и новое этнического происхождения и вдруг в одночасье все рухнуло любавичские хасиды одни из представителей иудаизма были объявлены тоталитарной сектой кеда к тому же еще и презирающий других людей практически генерал фсб процитировал один из отрывков знаменитых протоколов сеонских мудрецов созданных в русской охранки и затем используемых для еврейских погромах на территории самой российской империи да и других стран но по большому счету кгб да и фсб это же прямые можно сказать наследники охранного отделения чему тут удивляться но главный раввин россии берлазар и другие представители любавичских хасидов в российской федерации все же были удивлены и выразили протест в связи к стенаховским интервью по помощника патруша причем мы прекрасно понимаем что я даже не просто интервью помощника это и есть та программа действий которая сегодня лежит на столе президента российской федерации владимира путина именно патрусов сочиняет всю эту человеконенавистническую идеологию и очевидно именно он решил что к денацификации должна быть добавлена и де сатанизация и что предметами этой десатанизации должны быть те люди которые могут не нравиться путину и патрушу а возможно и целые религиозные группы почему мы должны этому удивляться после преступлений к российской армии на украинской земле но вот в самой россии разумеется подобные вещи вызывают серьезные вопросы и именно поэтому уже через несколько дней после публикации интервью патрушу пришлось чуть ли не впервые в своей практике извиняться перед любавическими хасидами за то что его помощник неправильно выразился причем очень интересно что человек который выступил в российской периодической прессе с очевидными лозунгами гитлеровского характера который и по сути призывает к уничтожению людей и придерживающихся других религиозных верований причем отнюдь не только любавических хасидов но например и христиан протестантов этот человек даже не уволен с работы он остался помощником николая патрушева с ним просто проведена определенная деятельность как заявил секретарь и совета безопасности российской федерации и я даже представляю себе какая деятельность генерал патрушев посоветовал генералу петрову просто осторожнее рассказывать на публику ближайшие планы российского политического руководства планы конечно не изменились а вот информация об этих планах должна держаться в стороне от общественности чтобы не вызывать раздражение этой самой общественности но хотя бы в самой российской федерации раньше времени и тут конечно возникает очень простой вопрос как получается что руководители государства которые всюду видят нацистов и ради борьбы с нацистами начали свою человеконенавистническую агрессию против украины сами этими нацистами и являются сами публично высказывают самые настоящие нацистские взгляды сами не скрывают своих ксенофобских и антисемитских убеждений ведь интервью петрова по большому счету подходит под все статьи уголовного кодекса российской федерации а ксенофобия неуважение к людям другого происхождения и других верований просто ну нас все сто процентов по большому счету помощника патрушева необходимо было уволить с должности и отдать под суд но остается только ограничиваться изменениями его начальника очень интересно что сам генерал петров никаких изменений не принес когда к нему обратились с просьбой о комментариях в связи с тем что он назвал тоталитарной сектой которую нужно уничтожить людей которые давно и плодотворно работают в самой российской федерации встречались владимиром путиным другими российскими руководителями петров не признал никаких своих ошибок сказал что да он знает что берлазар и другие представители иудейского духовенства в российской федерации сами любавические хасиды но сейчас просто не хотел бы это комментировать то есть взгляды генерала петрова мне изменились не на йоту и я думаю что не изменились не на йоту взгляды генерала патрушева и я думаю что не изменились не на йоту взгляды полковника путина который является вдохновителем этого пещерного антисемитизма в времен протоколов если онских мудрецов и погромов на территории российской империи более того совершенно очевидно что возрождение такой всенофобии является частью политической программы Путина, Патрушева и их помощников по возрождению самой атмосферы репрессии и издевательств на территории Российской Федерации. Ведь они сознательно подражают худшим образчикам и Российской империи, и Советского Союза. И когда Владимир Путин говорит о том, что было много положительного в наследии Российской империи и в наследии Советского Союза, он по большому счету это и имеет в виду. Брать все, что позволяет репрессировать, издеваться над меньшинствами, делать все возможное, чтобы репрессивный режим не чувствовал никаких угроз для своего существования. Разумеется, если бы было иначе, то и реакция Патрушева на заявление своего отвратительного ксенофоба-помощника была бы совершенно другой, что с генералом Петровым не проводили бы работу, а выкинули бы его из состава Совета Безопасности. Но Патрушев нужен Путину таким, каким он есть, ксенофобам и средневековым инквизиторам. И Петров нужен Патрушеву таким, каким он есть, сочинителем небылиц, а людях других национальностей и других религий. Человеком, который всегда готов обосновать любой готовящийся россиянами геноцид на территории других стран. И если вдруг окажется, что сама программа этого геноцида затрагивает людей, которые живут на территории самой Российской Федерации, Ну, ничего страшного. Патрушев извинится, плюнет и пойдет дальше. А на месте главного раввина России Берлазера и его прихожан я бы задумался бы о том, что пора собирать чемоданы. Не нужно ждать, пока ярлыки, которые навешивает генерал Петров на любавических хасидов, реализуются в уголовные дела о преследовании сектантов, которые не уважают другие народы и готовят против них какие-нибудь страшные заговоры. Ведь российские протестанты уже убедились, что власть в России не шутит и готова швырять людей в тюрьмы именно за религиозные убеждения. И это интервью Петрова, это очень серьезный индикатор того, что на самом деле может угрожать людям, уничтожение которых задумал Владимир Путин. Спасибо, друзья. Оставайтесь на этом канале, подписывайтесь на него, подписывайтесь на мои социальные сети, на канал в Патреоне, который помогает нам развивать эти ресурсы. Пользуйтесь функцией спонсорства в самом YouTube. Мира вам!